Привет, YouTube! Локомотив только что провел один из самых странных матчей вообще в 2023 году, а может быть и больше, но память старательно обычно скрывает матчи, которые не хочется запоминать и матчи, которые наносят психическую травму любому болельщику Локомотива. Вот сегодня был один из таких матчей, в которых я просто не понимаю, что произошло с Локомотивом, что произошло с тренерским штабом, почему Локомотив играет вот так, как он играет. Это необъяснимые вещи. Начнем со стартового состава. В этом стартовом составе, в общем и целом, появились наработки, которые у нас сработали в матче с Рубином, и это было адекватно. Это было нормально. У нас, вот как я говорил в матче с Рубином, хорошо взаимодействовал левый фланг Тикнезиан-Пеняев, соответственно, левый фланг Тикнезиан-Пеняев мы полностью перенесли. У нас нету дзюбы, но во втором тайме довольно неплохо работала схема, при которой Глушенков был центральным нападающим. Сарвели ушел на правый фланг полузащиты, и в общем и целом, да, это работало. Сарвели хорошо отрабатывал в обороне. Глушенков старательно пытался бежать за мячи, которые забрасывали за спину, один раз забил в матче с Рубином, но не засчитали. Короче, показалось тренерскому штабу, что это более-менее работает. Что меня очень сильно беспокоит, так это то, что тренерский штаб не понимает, что должно работать, и оно просто хватается за те идеи, которые сработали в прошлой игре. Но прошлая игра — это другой соперник, другое соревнование, другое физическое состояние спортсменов. И то, что у тебя сработало с Рубином, не факт, что будет работать с Крыльями Советов, потому что команды Крылья Советов и Рубин отличаются очень-очень сильно. И по структуре игры, и по схеме, и по тому, как соперник, в принципе, наш пытался выходить в атаку, и как он взаимодействовал. Но, тем не менее, вот раз за разом мы видим, что, о, вот в прошлом матче что-то сработало, давай это возьмем. Вот у нас был матч с Уралом, где сыграли Кузьмичев-Погоснов, мы пропустили всего один гол, и Голоктенов такой, о, это сработало, давай возьмем. И мы в следующие две игры играли Кузьмичев-Погоснов. Почему-то уже не так хорошо работало, как должно было работать. Вот в этот раз мы вот взяли вот такой вот блок атаки, и по-прежнему играем 4-2-3-1. Под нападающим сыграл Антон Миранчук. На правый фланг пришел Нинахов. Опять же, хорошо сыграл в прошлом матче на кубок, значит, должен играть и здесь. Два опорника Барина в Корпукас. Здесь у нас, к сожалению, никаких вообще изменений быть не может. И пара центральных защитников, тарам-парам-пам, вдруг внезапно Погоснов. Погоснов и Лукас Фасон. Я ничего не имею против Егора Погоснова. Я думаю, что из него вырастет хороший защитник, я думаю, что у него есть сильные качества. Но вы только что провели достаточно сильный, с индивидуальной точки зрения, матч в плане обороны с Рубином. В этом матче ни единой ошибки не совершил Евгений Морозов. Как и в прошлом матче с Рубином, ни единой ошибки не совершил Евгений Морозов. Лукас Фасон ошибки совершает. Ну, периодически. И в этом матче тоже у него были ошибки. И в матче с Рубином ошибки совершали. И особенно в первом матче с Рубином Лукас Фасон действительно ошибался. Но с поля уходит Евгений Морозов. А на его место выходит Егор Погоснов. Почему это происходит? У меня нет ни единого ответа. У меня просто нет никакого понимания. Егор Погоснов классный парень, но он ошибается. Егор Погоснов сегодня продавливали. Егор Погоснов сегодня убегал со своей позиции. Он много хорошего сделал. Он много полезного сделал. Но вместе с тем ошибался. Его продавливают. Он в единоборствах не чувствует себя уверенно. Да, у него были хорошие сегодня передачи. Разрезающая передача. Дальняя передача. В начале игры в первом тайме у Егора Погоснова получалось двигать мяч вперед. Но затем эта штука тоже ушла. И осталось только то, что Егор Погоснов проигрывает борьбу. Особенно, когда на него там натыкается Никита Салтыков. Когда Бенджамин Горей идет в обводку. Не получается у Егора отбирать мячи. И мы получаем опасные атаки. Вопрос не в том, что Евгений Морозов лучше, чем Егор Погоснов. Или Егор Погоснов это плохой футболист, который не должен играть в локомотиве. Вопрос в том, почему тренерский штаб принимает это решение. С чего вдруг у нас были отвратительнейшие матчи в обороне с Егором Погосновым. Что с ЦСКА, что с Уралом, что с Факелом. У нас были отвратительные матчи с Егором Погосновым. Наконец-то, вроде бы, мы нащупали нормальную игру. Нормальное взаимопонимание Фасона Морозова. Да, против Рубина. Да, этот Рубин, который играл относительно вторым составом. Хотя там был Лисакович, там был Мерлин Даку, там был Иву. И другие достаточно сильные в индивидуальном плане футболисты у Рубина были. Но, тем не менее, да, я могу понять, что все-таки соперник был не очень сильный. Но мы взяли и опять поменяли центр обороны. И в конце мы взяли еще и поменяли левого защитника. И в итоге мы заканчивали с Самошниковым слева, с Погосновым, с Фасоном. И это снова абсолютно не то, что было в матче с ЦСКА. Стоит ли удивляться, что мы в итоге пропустили, что на наши ворота в итоге довольно много атак прошло в концовке матча? Я думаю, не стоит. Но это только часть беды. К сожалению, это только часть беды. Потому что основная беда заключается в том, что сейчас уже середина августа. Мы начали чемпионат где-то 22-го, если не ошибаюсь, июля. И прошел практически месяц, ну 3-4 недели точно прошли. И какие бы ни были нагрузки на тренировочных сборах, после 3-4 недель вкатывания в сезон, они должны уже уходить. Уже должны быть свежие ноги, уже команда должна разбегиваться. Так у нас было весной, мы уже начали очень хорошо бегать. И в концовках матчей в том числе мы очень сильно перекусывали, очень сильно давили на соперников. Это было у нас и с ЦСКА, это было у нас и с Краснодаром, это было у нас и с другими достаточно сильными командами. Ну может быть за исключением Зенита, но в целом концовки матчей у нас были сильными. Что мы видим в этом сезоне? В этом сезоне мы видим как локомотив, который находится в очень тепличных условиях в плане, по сравнению с остальными командами. Потому что мы можем взять и выставить полностью другой состав на матч Кубка России. У нас всего две фамилии повторились с матча с ЦСКА на матч с Рубином. Всего две фамилии. А до этого от матча с Рубином на матч с Уралом повторилось три фамилии. Мы можем очень сильно ротировать состав и при этом в Кубке обыгрывать такие команды, как Рубин, такие команды, как Урал. Крылья Советов играли в Кубке на день позже. То есть к этому матчу, который у них выдался выездным, Крылья Советов имели на 24 часа меньше подготовиться. И при этом наступила 60-я минута, и это прям очень хорошо заметно, это прям очень видно на графиках XG, на статистических графиках, что до 60-й минуты локомотив с Крыльями Советов играл примерно равный футбол. Чуть-чуть более конкретными Крылья Советов были в плане ударов, но у локомотива в целом было больше заходов на чужую половину, больше подходов к чужой штрафной, которые можно было довести до удара. Но мы предпочитали сделать, например, передачу в штрафную, которая не проходила. После 60-й минуты локомотив просто выключился. Выключился Артем Карпукас, было больно на него смотреть, мимо него просто даже уже никаких финтов не нужно было делать, его нужно было просто оббежать, потому что у Карпукаса не хватало сил на то, чтобы резко выдернуть ногу и сыграть в отборе. Его просто оббегали. Наши атакующие футболисты перестали возвращаться. Наши игроки обороны начали вдруг делать передачи заброса вперед, которые в этом матче никак не могли пройти, потому что мы играли без дзюбы. Ну, соответственно, просто как мы собираемся выходить в атаку, если у нас там Погоснов начал просто шарашить вперед, Фасон просто начал шарашить вперед. А выход из обороны через пас у нас был невозможен, потому что Карпукас устал, Баринов устал. На флангах тоже Тикнезиан, Нинахов играли с гораздо меньшей интенсивностью, чем играли до этого. Что случилось? Почему команда на 60-й минуте встает и играет, ну, в два раза медленнее, чем крылья Советов, которые должны были быть более уставшими? Надо быть честными, надо перестать что-то хвалить и натягивать сову на глобус. Если мы в прошлом году говорили, что сборы Компера это был какой-то страх и ужас, и команда оказалась абсолютно не готова к сезону, и мы были реально медленнее и менее резкими, чем наши соперники, то ровно же то же самое происходит и сейчас. Если две недели назад можно было говорить, что команда под нагрузками сейчас наберут игровой тонус, выйдут из-под этих нагрузок и все будет хорошо, то мы видим, что пока это работает только в обратную сторону. Мы еще больше устаем и мы еще больше проигрываем нашим соперникам, которые ничего из себя невероятного в физическом плане не представляют. Ну и главное, если первые 60 минут Локомотив играл концентрированно, Локомотив старательно возвращался в оборону, создавал плотность, и даже у таких техничных футболистов, как Никита Салтыков и Бенджамин Гарретт до 60-й минуты не получалось вообще ничего, то после 60-й минуты нередки были случаи, когда Локомотив вдруг неожиданно пошел в 9 человек на чужую половину поля и начал получать себе передачи за спину. Весь матч этого не было. Весь матч Локомотив играл дисциплинированно, весь матч Локомотив успешно возвращался за линию мяча. После 60-й минуты Локомотив вдруг поверил, что, наверное, счастье этой команды в атаке. То есть примерно то, из чего мы получали моменты во многих матчах немецкой системы Локомотива, когда Локомотив считал то, что наше счастье на чужой половине поля, но потом две передачи и выход 1 на 1 с Худяковым, с Гильерми. Неоднократно мы с вами это видели. Почему вдруг Локомотив это решил, я понять не могу. И вроде бы Галактионов все правильно делал. Галактионов вроде бы менял игроков атаки. То есть они подустали, выпускаем Асидора, Пеняев уже не может бороться, плюс Пеняев на желтой карточке. Ну были у него столкновения, которые могли привести к еще одной желтой карточке, например. Поэтому понятно, почему Пеняева заменили. Понятно, почему Антона Мирнчука заменили. Выпустили Рыбчинского, выпустили Асидора. Карпукас устал, заменили его на Константина Мордишвили. Это все сильные футболисты. И мы много раз там тоже говорили о том, что Асидор, например, почему он не играет со старта. Ведь это очень классный нападающий, ведь он должен играть много. И сам Асидор сегодня сказал, что он недоволен игровым временем, который получает. Но выходит Асидор на замену. Тот самый Асидор, который много матчей подряд забивал голы с выхода на замену. И он проиграл все единоборства. Он до этого проиграл все единоборства в матче с Рубином, где он выходил в старте. А сегодня он вышел играть на замену и должен был как раз добавить нам активности на чужое третье поле. Забирать мячи, активно прессинговать, отбирать мячи, обрабатывать мячи, которые ему идут от наших полузащитников. А он все проиграл. Мы еще потом посмотрим статистику, но я подозреваю, что опять мы увидим числа, которые не обрадуют ни одного скаута и ни одного аналитика в Марсельском Олимпике. Потому что то, что делал Асидор на поле, это за гранью добра и зла. Мардишвили в итоге забил гол, который спас нас. Который поставил эффектную точку в этом матче. 1-1, ничья, шаг вперед, вот это все. Но по факту Мардишвили, который должен был заменить Карпукаса, все время ошивался в атаке. Вот он все время ждал, а вот сейчас я побегу в атаку, мячик ко мне отскочит, я забью победный гол и всем докажу, какой я крутой футболист. Но ты бы доказал, что ты крутой футболист, если бы ты перекусил крылья Совета в центре поля. Вот как это делал Карпукас до минуты 50-55. Вот если бы Мардишвили то же самое сделал с 60-й минутой и по конец матча, я бы сказал, что он герой, что он крутой. Забил гол, который сделал ничью и очень здорово отыграл в обороне. Но ведь этого не было. Ведь Мардишвили все время пытался где-то в атаке играть. И до 94-й минуты ничего хорошего из этого не получалось. Ну и по всем остальным все то же самое. Мы вроде бы выпустили сильных игроков на замену, а в итоге ослабили нашу игру просто в хлам. Увы, увы, это, к сожалению, матч, который до 60-й минуты, я думал, что я скажу, что Локомотив играет на 4 с плюсом, и что вот он выучил уроки, что наконец-то мы играем слаженно в обороне и бегаем в атаки, которые, возможно, сегодня не получились, но впоследствии точно будут получаться. После 60-й минуты я просто сидел вот в такой позе, смотрел на Локомотив, который играл как с ЦСКА, как с ЦСКА играл Локомотив, просто бегая в разные стороны, отдавая мячи соперникам и забывая обо всех принципах позиционной игры и о том, какая задача на поле у них вообще есть. Хорошо, что добыли ничью. Хорошо, что одно очечку у нас есть после 4-х матчей, 5 очков, крылья Советов команда сложная, мы во все времена с ней сложно играли, и по весне, по которой Локомотив набрал много очков, мы все равно ничего толком с крыльями Советов поделать не могли. Это, ну, как бы сам по себе результат не является какой-то прям ужасной, ужасной вещью. Ну, сыграли в ничью с крыльями и сыграли. Но то, как мы играли с 60 по 90 минуту, у меня вызывает лично панику. И я лично уже не очень верю в то, что тренерский штаб реально контролирует то, что происходит с Локомотивом, что тренерский штаб какие-то изменения проведет, что, там, не знаю, вернется Дзюба, и Локомотив заиграет в нормальный футбол. Вот, дескать, у нас сейчас не все в составе играют, да, то есть у нас нету Рефата Жамаледина, у нас нету Артема Дзюбова, но как только вернется Рефат и Артем, мы заиграем сразу совершенно иной футбол. У меня нет в этой веры, потому что на данный момент главная проблема это то, что Локомотив после 60-й минуты откровенно медленнее, чем крылья Советов, откровенно уставше и принимают чудовищные решения на поле, хотя до этого играли в очень даже неплохой футбол. С ЦСКА мы играли в неплохой футбол 25 минут, с крыльями Советовыми играли в неплохой футбол 60 минут, но если после этого ты играешь полчаса в настолько кошмарный футбол, что позволяешь соперникам делать абсолютно все, что они хотят на поле, тебе даже 60 минут не помогут нормального футбола. Если бы мы феерили 60 минут, то, наверное, помогли бы, но мы просто играли на равных с крыльями Советов. У этой игры есть один герой, настоящий герой, фантастический герой, это, ну, я думаю, что пора Марвел уже выпускать серию комиксов с Ильей Лантратовым. Что бы мы делали без Ильи, я просто не понимаю. Илья невероятный кумирище, как он в очередной раз вытянул пенальти, как он перестроился и помешал Горе на добивании с полуметра, как он затем спасал нашу команду после ударов Евгеньева, как старался, как пытался и тем самым все-таки нам это очко добыл. Я, конечно, преклоняюсь перед его талантом. Это великолепно. Но очень хочется, чтобы мы все-таки перестали так нагружать Илью Лантратова, как делаем это сейчас. Честное слово. Мне гораздо более по душе матча, как у нас были с Рубином и с Маринато Гильерми, где у ворот Лантратова просто нету никаких моментов. Опять же, ну, до 60-й минуты так оно и было. Не вступал в игру Лантратов, да, там был один, по-моему, более-менее точный удар от Горшкова, но с правой ноги, щечкой по центру, естественно, обязан любой вратарь с таким справляться. Но что было после 60-й минуты, вдруг решили проверить Лантратова на прочность. Лантратов, безусловно, лучший на данный момент вратарь российской премьер-лиги, но очень хочется, чтобы мы просто знали это и не давали поводов Лантратову это показывать каждый матч. Дальше, еще сложнее, дальше у нас выезд Краснодара, и вообще у нас там тройник намечается, Южный, три матча подряд на выезде. Я не знаю, что будет делать Локомотив, естественно, против Краснодара. То самое, что сегодня не забивали крылья Советов, уже не пройдет. Вот Кордоба просто изнасилует нас, и ничем хорошим это не закончится, и боязнь примерно такая же, как боязнь была у меня перед матчем с ЦСКА. Я очень надеюсь, что Галактионов что-то все-таки придумает, что не будет он шарахаться из стороны в сторону, что у него будет какая-то некая идея в голове, которую мы будем отрабатывать на тренировках, которая может быть не получится в одной конкретной игре, но мы не будем моментально от нее отказываться. Мы не будем менять состав только потому, что «А, так вот, с Рубином вроде неплохо было, 20 минут мы играли вот в таком сочетании. А, вот мы с Уралом всего один гол пропустили Погоснов-Кузьмичев. А, вот Мардешвили забил, давайте на Краснодар мы выпустим Мардешвили в опорной зоне». Ну, пока выглядит как просто хаотичное метание из стороны в сторону, и то, что наш тренерский штаб, во-первых, немножечко провалил предсезонку, во-вторых, не очень понимает, что вообще делать с этим набором футболистов и как их расставить на поле, кого выпускать со старта, кого выпускать с замены, чтобы это все работало. Увы, это все болезнь неопытных тренеров. Была боязнь, и когда меня просили оценить работу Галактионов, я говорил, что Галактионов молодец и писал статью на чемпионат Коми о том, что Галактионов лучший тренер весны, но, ну и вообще лучший тренер прошлого чемпионата, потому что у него был хороший отрезок в паре ИНН и был хороший отрезок в Локомотиве. Но я говорил о том, что настоящая работа Галактионова начнется этим летом. Как мы пройдем предсезонку, как мы войдем в сезон с первого тура, а не с восемнадцатого, где нам нужно отыгрываться. И вот пока кажется то, что болезнь молодого тренера Галактионова захватывает, и вместо систематичности, вместо какого-то долбления в одну точку, мы постоянно шарахаемся из стороны в сторону, и не в том, где нам это нужно реально. Фух, все. Фух, все.